Разыгрываем деньги! 5 миллионов денежных призов от Альфа-Банка. Участвуют все! Следуйте за красным котиком на альфабанк.ру Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Твоя работа, Малявка, побила рекорд по просмотрам. И стала рекордсменом в детском сегменте. И вообще тебя еще никто не опередил. Офигеть, я вырастила поколение. То, что я украла деньги с песни ЛПМ и поехала на эти деньги в Дубай с Миланой Некрас. Сейчас мы с ним не общаемся. Он не мой продюсер. И вот всем карьеры, воспитание. Вообще всем занимается моя мама. Он не принимает никакое участие. То есть тебя использовали, получается? Служусь в машине, я просто начинаю плакать. Мама меня успокаивает, что все хорошо. Почему вот люди придумали то, что я вообще бедная. Тут сижу, каждый день работаю. Я нормальная, у меня все в кайф. Это такой ад. Пять дней в неделю. Всем привет, друзья. Вы смотрите Пушку. Меня зовут Максим Титов. И сегодня у нас в гостях Милана Стар. Самая громкая, молодая и яркая певица и блогер. Привет, Милана. Здравствуйте. Привет. Всем привет. Отлично. Я волнуюсь. Я уже несколько лет, мне кажется, мечтала попасть на Пушку. И вот я тут сижу, и вот мне страшно. И я люблю хинкали. О том, где моя кнопка, никто не узнает. Милана постоянно зажигает. Красная помада, банда, на скепках сутка. Я не знаю, что такое депрессивка. Я чувствую тебя. Я чувствую тебя. Для борьбы о моем потерявся в игрушках. Милана просто супер. Да, она просто супер. Смотри, с чего вообще начался твой путь в музыке? Ну, я вообще с самого, мне кажется, детства еще не умела говорить, но умела петь. Я постоянно пела, танцевала. У мамы очень много видео, где я маленькая, просто на улице. И такая ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля пою. Вообще какие-то разные непонятно придуманные мной слова. И потом 4 года я попала на шоу «Один в один». И я была не лорак, мой папа был лепсом, мы пели песню «Зеркала». И вот выступили, это заверустилось в интернете. И это маленькое смешное, потому что и все надо мной угорали. Но это было очень мило. И мой самый любимый момент, когда после выступления меня спрашивают ведущие. «Милана, вот нравится тебе новый волос?» Ага. Это ты так ответила уже? Я ей говорю «Ага». Понятно. Слушай, ну это было твое первое выступление, правильно? Ага. Так, ну ты уже... Это было в прошлом, вот такое твое, знаешь, такое немножко... Ты была слишком уверена, самоуверена в себе? Ну нет, я наоборот такая маленькая, я вредная. Мне кажется, я сейчас еще вреднее стала. Может быть, я просто растерялась, я вообще не понимала, что происходит. У меня был, наверное, шок такой небольшой. И я там, не знаю, первый раз выступила, там много людей что-то делают. И я такая «Ага». Главное разочарование после этого выступления, это смысл шоу то, что артисты перевоплощаются в других артистов. И мы отсняли, получается, момент, вот я иду в лифт, и я была уверена, что сейчас за эти пять секунд в этом лифте, когда все перевоплощаются, выйдут какие-то гримеры, меня за пять секунд превратят в анилорак. И я выхожу, типа, я не анилорак. Я думала, все, надо петь. А это, оказывается, отдельные, надо куски было отснять. Я так расстроилась. Ну я просто не знала то, что это отдельный подсъем. Мне было четыре года. Я думала то, что меня перевоплотят за пять секунд в анилорак. Я так расстроилась. Ну, в итоге, все равно классно. Слушай, ну да, конечно, это телевидение. Ты потом по-любому поняла, как все это работает. Ну, я была уверена, я была четырехлетней глупой наивной девчонкой, которая верила, что ее превратят за пять секунд в анилорак. А все началось у тебя вот с выступления анилорак, потом ты училась в школе Аллы Борисовны. Это правда? Да. Да. Вроде, я не помню, до этого или во время обучения еще было одно выступление нашего один в один. Я уже выступала одна. Была в образе Мэрилин Монро. А у меня такая... Это тоже очень мило и смешно. Вот насчет обучения, да, я не помню, сколько училась, но несколько лет. Это прям вот из детства одно из самых таких вот теплых воспоминаний. Классные ребята, классный коллектив, классные учителя, классная Алла Борисовна Пугачева. Вообще все очень круто. Я помню, очень расстроилась, когда всю школу там мы выпускались. Ну, очень крутое выступление, вообще прям только позитив от этой школы, от этого обучения. Что она тебе дала? Что ты можешь выделить? Какой опыт? Очень много всего научили меня там. Вот в самой такой базе, основе, там, как вести себя на сцене, там, танцы, актерское мастерство, я помню, было. Вот, я бы сейчас вернулась обратно туда. Кстати, с учителем, Саша Анатольевич, передайте привет. Он точно будет смотреть. Мы, получается, занимаемся вот 8-9 лет. Ты продолжаешь тут сейчас? Да, я с ним, вот только с ним. Это мой учитель по вокалу. Также вот много друзей там у меня оттуда есть. Ну, вот именно про выступление, я знаю, был такой момент. У нас вот часто были такие концерты, мы все подготавливали какие-то номера. И такой отчетный концерт для родителей. Я выступала там с песней «Желтые ботинки». Там мне лет 7-8, ой, 6 было, наверное. И Алла Борисовна Пугачева хотела меня запутать. Я там выхожу к ней, она мне протягивает цветочек, проверить, как я буду реагировать. Я его взяла, отыграла. И потом она, наверное, маме вот так вот подметила, что вот я молодец, не растерялась. Круто. Вот, и такие фишечки. Короче, классно было. Слушай, смотри, ты сказала, что это было выступление для родителей. И я как раз хотел спросить про твоих родителей, они оба медийные личности. Расскажи немножко про свои отношения. Вижу, мама за кадром тебя поддерживает. Так, а папа? Какую роль сыграл в твоем становлении, в твоей судьбе? Ну вот, как раз это выступление в четыре годика на шоу, это прям такой главный скачок, старт, за что ему большое спасибо. Вот, но сейчас мы с ним не общаемся. Он не мой продюсер, и вот всем карьеры, там, воспитание, вообще всем занимается моя мама. Он не принимает никакое участие. Иногда так обидно то, что он присваивает наше старание себе, говорит то, что спродюсировал меня. То есть такого не было? Такого не было вообще. Он не является моим продюсером сегодня. Нет, это все мама, это все вот мы, команда. И, не знаю, по его логике, тогда достаточно выступить один раз в 10 лет. Не знаю. Смотри, он давал тоже интервью, рассказывал там о тебе, об Ирине. И говорил о том, что он тебе отдал свой YouTube-канал. И, мол, за счет YouTube-канала, как бы, ты смогла так хайпануть, вырасти, вот. Вообще там, с этим YouTube-каналом, я вообще не знаю, что там было. Там всем, там, клипы, съемки, песни мама находила. Мама всегда была на съемочной площадке. Мама всегда общалась с режиссерами. Папа был продюсером колбасы. Он всегда нес только бутерброды. Еще раз продюсером колбасы. Продюсер колбасы. Ну, постоянно. Все, папа, иди покупай колбасу, потому что мы хотим есть. И все время на съемках я видела папу только с колбасой. На съемках он даже редко присутствовал на съемках клипа. Там всегда этим мама занималась. И там, еще мне очень-очень забомбило, задело то, что папа вот на этих интервью говорит, потому что мама украла все деньги с YouTube. Да, тоже вот такое вот было. Это, что-то папа не умеет договаривать. Мама взяла эти деньги и потратила их на нашу поездку. Когда мы поехали все втроем в Диснейленд, в Париж, на эти же деньги. И папа сам говорил то, что ему как-то неловко то, что вот за счет клипа, за счет этих денег с клипа мы едем в Диснейленд. Он такой, ой, мне как-то неловко. Но как бы мама организовала эту поездку. Вот мы все вместе отправились в путешествие. Мама не воровала эти деньги с клипа. Это вообще информация из воздуха. Ну, прикол. Лоу. Как ты... Вот я вижу, что ты сейчас тоже переживаешь, когда об этом говоришь. Как на тебя это вообще повлияло? На то, что вот такие отношения у тебя у мамы с папой. Как ты сейчас все прекрасно понимаешь? Ну, да, но мы не общаемся сейчас вообще. Я как бы... И вот когда помладше вообще маленькая-маленькая особо с ним не виделась. Типа, ой, папа, он у меня на телеке. Или давайте увидимся там раз в месяц. Я не знаю, может, это было чаще. Но я его особо не помню в своем прям маленьком детстве. Всегда у меня была мама. И бабушка, и дедушка. Вот. С его родителями я, кстати, тоже не общаюсь. Не поддерживаю никаких отношений. Ну, не знаю. А когда последний раз вообще? Вот ты помнишь, что ты видела папу? Ну, вот именно нормально. Прям вот виделись. Лет пять назад, наверное. Лет пять назад. Четыре, пять. Был, конечно, моментом, что-то мы увиделись. Мне, наверное, лет 11 было. Или 10. Подписать какие-то документы. Но я с ним вообще там не поздоровалась. Ну, или поздоровалась. Но я сразу растерялась. У меня случилась такая истерика. Я очень испугалась, можно сказать. Вот. Но нормально мы прям, не знаю, были в нормальных отношениях лет пять назад. Вот. Еще мне тоже очень бомбит. То, что он говорит, что запрещает... Мама запрещает мне общаться с папой. Да, такое было тоже, что мама, мол, заблокировала, видишь, телефон его у тебя, у мамы. Нет, мы год, год она меня заблокировала, мы год не общались. Жена заблокировала? Да. Совсем заблокировала. Там есть функция такая в телефоне, там, заблокировать контакт. И все. Это она у себя в телефоне или у дочки еще? И у себя, и у дочки. Так, заблокирован ли Виталий Гагут? Сейчас, да, я сама заблокировала, мама просила меня этого не делать. Ну, вот, несколько месяцев назад, там, зимой вроде. Вот. И так он у меня всегда был не в блоке, он мог написать мне в любой момент, там, отсудил, чтобы мы могли встречаться два раза в неделю и путешествовать, там, столько-то раз в год. Но, я не знаю, нет никакой инициативы ни с моей, ни с его стороны. И, вот, если мы как-то переписывались, ну, я особо не отвечала на сообщения очень редко, но это были не слова поддержки, а какие-то. Вот у тебя длинный маникюр, вот у тебя ботинки такие-то. Вот, последней каплей стало то, что, Милан, у тебя так все плохо без меня, возвращайся ко мне. Или что-то в этом, что-то в этом характере. Что-то, у тебя все плохо, надо со мной быть. Я всегда заблокировала. У меня все хорошо. Да, поэтому я его потом заблокировала, его уже все не могла терпеть. Не знаю, хочется слов, наверное, поддержки больше получить. То, что там о маме писала, это вообще без комментариев. Давай поговорим про тебя, про твой вообще псевдоним, Милана Стар, потому что, как вообще у тебя пришла идея в голову? Вообще, я изначально всегда была как Милана, я Милана, у меня вот моя первая соцсеть, это Ютуб, и там вот я все заливала клипы, как вот Милана, 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 просто Милана. Потом, когда мы начали развивать другие соцсети, я уже была популярна в Ютубе, ну, типа, клипы там мне что-то набирали, мама хочет завести другую соцсеть, и все никнеймы заняты, там, Милана Афишу, Милана такая-такая. И потом моя мама вспоминает, она ходила к торологу, чтобы ей делали расклады на картах. И когда я только-только еще родилась, там ей показали карту, где ребеночек и звездочка, и типа написано Стар. Стар. И как-то у мамы это отложилось в голове. Также у мамы отложилось в голове, что ее должны были назвать Ксюшей, тогда у нее все в жизни было бы прекрасно. Вот. Не подумайте, у нас нормальная семья, все хорошо. Я к торологам не хожу. И что вот это вот отложилось, типа, ребенок Стар, и так появился псевдоним Милана Стар. Изначально это был просто никнейм в аккаунте, а потом на лейбле везде все стали меня называть как Милана Стар, типа, и сказали то, что нужна какая-то приставка, что там гуглишь Милана, какая я Милана, и Милана Стар. И поэтому они там предложили поменять нам везде псевдоним, и мы стали Миланой Стар. Мы встали Миланой Стар. Тебе, я чувствую, нравится. Ну, Милана Стар. Милана Стар. Сразу определяет тебя, звездочка. Милана Звездочка. Я не считаю себя такой, надеюсь. Я очень боюсь, что у меня будет звездная болезнь. Я надеюсь, что у меня никогда такого не будет. Страшно. У тебя вполне такая звездная болезнь могла быть, потому что у тебя сразу громкие работы довольно-таки в интернете появились. Малявка. Ну да. Например. Ну, вроде нет. У меня мама, если что, заметит. Она прям скажет, Милана, у тебя звездная болезнь. Надо что-то делать. Давай про малявку попробуешь рассказать. Вот что для тебя эта работа значит вообще? Ну, это моя такая первая песня. Я все время, я пою на концертах с ностальгией. Так вот весь зал. Хей, малявка, хей, малявка. Очень много у меня поклонников, которые младше этой песни, поэтому вот малявка, она прям моя родная песенка. Я ее очень люблю. Вообще, как она появилась, вот как раз в школе Аллы Борисовны Пугачевой, когда вот был отчетный концерт, уже выпускной, там вот из каких-то там концертов пели эту малявку, коллектив. Я и еще очень-очень много ребят. Но никому эта песня вообще не нравилась. Там, ни родителям. Ну, моей маме она приглянулась. И мы решили, что вот грустно заканчивать такой выпускной. Надо что-то делать, продолжать. Потому что мне нравится петь, выступать и так далее. И как я буду без этого всего? Мы решили взять малявку, записали. Никому она вообще не нравится. Такая непризнанная песня. Мы выпускаем, решаем по фану снять клип, чуть ли не в огороде. Там реально на площадке и дома там на столе. Вот я такая «А-а-а-а» там орала. Сняли клип, выпустили. Ну вот реально по фану. У меня мама даже не знала, что можно с ютуба как-то зарабатывать. Это монетизировать. и все появился так трек малявка а мне а мне это просто дурачельство наши с мамой допустим она красит это ко мне а мне мама отвечает ничего себе а мне просто как-то придумали и все время так говорили потом поняли услышали она даже песню делать такую даже реально а мне а мне чего тебе мне и все это получается к я соавтор этой песни а текст получается вот именно вот этим ним ничего тебе мне придумали вот куплеты алфавит мне скоро надо идти в школу я кстати благодаря этой песне выучила алфавит потому что вот и только школу алфавит сделаем куплет из алфавита оба вгд супер так текст писал михаил герчуков и мы потом тоже сняли клип собрали фан базу с песни малявки там вынести сделали то что у нас вот скоро клип давайте все вместе соберем сняли там мама снялась даже короче классно было ты ожидал вообще что она только взлетит я мне кажется еще не понимала да пою пою тебе просто мама рассказывала что слушая клип это нормально верусятся что они собирают или не кажется даже не понимала мне кажется я всю жизнь вообще там выступала просто в школе теперь выступаю в другом месте когда не особо понимают мне кажется после концерта начала понимать что то что у по у меня песни оказывается кто-то знает то есть ты даже не знал что твоя работа малявка побил рекорд по просмотрам вообще и стала ну рекордсменом получается в детском сегменте и вообще тебя еще никто не опередил ну да кстати мы одни из первых и начали именно на детскую русскую аудиторию вот кто поет из детей потому что я не замечала не видела каких-то других блогеров или просто детей которые выпускаются на youtube с песнями и потом все начали подхватывать тренд и сейчас прям такая база поющих детей есть есть такое да и ты как будто бы сдала его как раз ну вот я задаю тренды смотри у тебя не один такой успех был ты 1 в 10 лет собрала большой сольный концерт и в 13 и в 13 но давай поговорим о том первом в 10 лет большой сольник там за два месяца раскупили билеты твои эмоции страшно мне было очень страшно мне было очень волнительно я за месяц до концерта уже просто вся тряслась у меня сольный концерт что мне делать было много репетиций я прям старалась там и танцы и вокал там каждый урок вокала когда вот все ближе и ближе концерту постоянно за этот полтора за эти полтора часа весь концерт и по тексту и не по тексту все проходили я учила этот текст учила эти танцы будто было очень классно эта атмосфера когда мы подготавливаем концерт такая сама волнительным в ожидании чудо не знаю сам концерт я сама перед выступлением очень волновалась я даже есть видео как такой влог влог тире сам концерт перед выступлением когда мама ушла в зал там все 10 минут до выхода у меня случилась истерика я такой все я плачу мне страшно и не хочу не снимайте от меняем отмена стоп но как-то я потом собралась меня успокоили выхожу с дрожащим голосом но как-то до концерта и даже вот горжусь за маленькую миланочку такую то есть ты рекомендуешь всем вот перебороть это ощущение до страха не просто собраться в один момент и будет с каждым разом мы все меньше и меньше но все равно должно быть такое ощущение волнения но в тот раз потому что первый сольный концерт это было конечно страшно вот сейчас данный момент мне кажется уже 20 сольных концертов дала по всему миру вот 16 точно сейчас вот недавно четыре города посетили поэтому 20 я думаю где то есть скажу шок информацию до нового года я планирую дать 50 сольных концертов еще плюсом в этом году до 50 сольников россии ребят приходите ребят потому что блин ну ты наверное там очень много городов ну вот 50 точно будет еще страшно это кайф я сама прошу чтобы тура все время делали побольше что 45 городов не смажешь а там такой график типа концерт или 2 и выходной и я наоборот даже заряжаюсь от этого больше я там со своими девчоночками танцует мы постоянно проводим время как-то вместе это получается путешествие в поездку они как работу минут в кайф просто в кайф реально ты сказал что ты проводишь время с девчонками сколько у тебя девчонок в команде вообще в каждом городе у нас есть тодос который со мной танцует они все выучивают хореографию за им им за это большое спасибо что принимаю тоже участие а вот две девочки со мной всегда едут и танцуют там какие-то песни как группа поддержки столько концертов тебе нужно постоянно заряжаться очень много энергии тратить ты еще поешь живую правильно нам пою всегда в живую и танцую параллельно это классно мне алла борисовна дала такое напутствие она всем говорила о том то что она всегда обязательно петь живую типа только неделю поешь пой вживую потому что обманывать зрителей это когда нехорошо тем более они приходят на концерт наверное не послушать фонограмму послушать меня и посмотреть шоу вот поэтому я как-то заложился всегда пою живу на всех своих концертах вот не могу обманывать людей легко это очень круто сколько ты отдыхаешь между вот у тебя концерт потом сколько ты закладываешь на отдых для меня концерт это тоже как отдых да да я вот должна съесть после концерта два бутерброда с колбасой сыром и все я готова еще 20 сольников давать подряд давай поговорим про твой сольник который вот сейчас вот был расскажи про него мы этот концерт переурочили к моему 13-летию сам дыры у меня 17 числа концерт 18 это новая шоу программа новые костюмы и новые танцы очень круто было и очень волнительно было классно всем понравилось все оставили остались довольны все мои друзья сорвали голос на этом концерте после дня рождения была автопати где мы потусили повеселились также на концерт пригласила своего одного из кумиров так алёна швец и просто написал она такая да давай я приду и это кааааа швец чего она пришла на концерт и вроде все понравилось потом она написала меня похвалила чуть-чуть и сказал что молодец по я живу и вообще все классно я вообще прыгал от счастья потому что я была на пяти концертах алена и сейчас что-то сломала система она на моем концерте я когда увидела то что мы заходим давай поговорим еще про ребят которые вот тебе нравится на чьи концерты ты ходишь и видео смотришь ну вот я была на концерте блэк пин так ну и мы уже наверное не позовем или или в будущем надеюсь давайте blackpink позвоните напишите давайте фит но их пинка не такие модные я специально летела в абу-даби на их концерт это прямо такая моя мечта я очень хотела посмотреть как они вообще выкладываются на концерт на сцене как они двигаются поют они очень красивые и очень модные и вообще шоу там все сверкают прям я даже заплакал на этом концерте эмоции типа я но не прям я их фанат но и прям поклонится класс да они очень классная и вот боюсь что-то сказать не то потому что и поперы фанаты они очень злые люди они осуждают меня за то что я могу слушать музыку кей-поп представляете ребята а я могу ха-ха-ха может быть это же кей-попер на самом а можно беда может вы не знаете да может и в душе вообще вообще корейц и я лиса из вот давай еще поговорим так ну blackpink понятно они там в корее танцуют поют а кто здесь алена швец так да мне очень нравится я там я все альбомы музыку наизусть из русских даже так не могу сказать да еще серёжа лазарев это любовь передается поколением моя мама в моем возрасте слушала сергея лазарева я слушайся мы на его концертах просто главные фанатки все песни я надеюсь я в телеграме у меня не как серёжа лазарев меня все называют серёжа лазарева это мне другой не я просто на типа записано вот серёжа лазарев интересный ответ ну как будто бы не ожидал от тебя такого я хотел бы кого-нибудь наверное может быть давай зарубежного давай а майкл джексон так оба силе это фанатка из пяти шести тоже люблю все песни этого прям для меня кумир пример я хочу также на сцене просто отдаваться также танцевать просто нравится и как артист как певец и как человек то что там занимался благотворительность и так далее это вообще короче там и кумир номер один также у кого возможно сейчас будет шок queen 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 да 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 я как посмотрела фильм богинской рапсодия я узнала я знала queen я знала их песни но не знала что эти все мои любимые песни поют поет эта группа ну вот прониклась ими творчество очень понравилось тоже вокал вообще офигенная музыка офигенная вот они тоже для меня время являются таким примером кумиром вот смотрела там записи с концерта вот этот который благотворительный а я даже умею какие-то песни играть их на форте но сейчас я не вспомню но умела боевскую абсодию сыграть чуть-чуть майкл джексон queen ну список вообще мне кажется внушительный да так а давай ребят попроще каких-нибудь с кем ты дружишь вот я видел у тебя видео недавно выходил на ютубе там с милану некрасовый куда-то мы так раз на концерт блокпин летели я пригласила в эмираты мы классно провели время она вообще милана некрасова моя любовь лялька я тебя очень люблю просто она очень смешная она очень красивая она капец какая красивая вот я не знаю у меня положительные эмоции милане обожаю просто но у тебя в жизни еще были миланы ну почему-то фига милан очень много милан и всех милан которые я знаю все их мамы называли милану потому что думали что будут особенными так ну и вы все особенно ну мы все миланы очень много милан давай поговорим еще о миланах давай начнем вот с филимоновой например есть с филимоновой мы с ней соседки мы дружим там и мы живем в 10 минутах друг от друга хоть вместе там на танце в одну студию она тоже классная и вообще очень крутая тоже люблю прям хорошая очень всех люблю так но есть вот есть милана про которую ну ты наверное так не скажешь есть вот милан хаметова например с которой у вас был фит не пути не путю да по всему интернету по всему тик току по всему ютубу гремело это все давай поговорим немножко о ней рекламная пауза ладно ладно все хорошо говорит она вот смотри как вообще у вас завязались отношения как вы начали дружить как-то вообще узнала познакомились мы с ней на моем шоу меломания я раньше выпускала твой youtube пухнуть потом говорит сражаться не на жизнь и на смерть она была как одна из приглашенных гостей я была ведущей и у нас мне кажется сразу такой произошел коннект мы там что-то в игры начали играть она была популярна только в тик токе ну прям очень популярна была в тик токе мы познакомились потом начали пересекаться на каких-то мероприятиях там просто в тусовке и так вот дружились очень хорошо потом я знаю что тебе практически сразу вот со стороны милан хаметовой прилетел предложение фите нам было такое не пройти не практически сразу там уже полгода практически сразу вот не помню точно мы записали еще летом двадцать первого года эту песню быстренько все сделали потом через год только его выпустили и за это время очень хорошо стружились прям было для меня очень близкий человек для меня вы ездили тоже да мы очень много путешествовали много проводили время много переписывались вот я прям очень дорожила дружбой сколько вы получается если полгода до того как тебе предложили фит потом еще в год это все писали делали выпускали то есть почти два года да вы как будто бы ну прям не разлей вода были очень хорошо мы общались когда мы встречались производят происходил взрыв во всей вселенной потому что мы так пищали мы так обнимались прям это было громко очень мы громко пищали тогда простите всем людям которые слышали наши давай поговорим а вот о вашем успехе трека когда вы выпустили и ну ты теперь уже тогда все понимала тебе было уже не четыре года ты понимала просмотры прослушивания свои эмоции вообще то что он так прям завирусится да да ну классный трек такой прям который заедает в голове классный клип там никто не коглая дани милохин я не знала то что они там будут ты не знаю площадке да я вот иду мама говорит а там кстати никогда будет милохин опа не хотела это сказать они вроде сами даже не знали не помню я не знал то что мы не будут или узнала прям за день до клипа и никакой очень боялась потому что они мелочи на единорожке все классно они кого я боялась такой противоположность дали немножко ну вроде все хорошо прошло все хорошо все потанцевали да ну вот во время съемки клипа или даже до этого начали сентябре вот почему милана старый миланах они общаются опутили сентябре были съемки и там я почувствовал очень такой холод мы не пищем мы не обнимаемся так сильно и что-то и любим разговаривать оказывается я сразу там написала мама позвонила маме миланы типа все ли хорошо вот этот период от тех съемок начале сентябре до съемок клипа лп типа там неделька мама позвонила все ли хорошо все нормально может мы вас как-то обидели может что-то там случилось давайте поговорим потому что прям холод очень не ощутился вот мама милана говорит все супер типа нет ничего вообще все хорошо также я написала милане типа мы так давно не виделись давай может там на ночевку или погуляем а тогда школа началась она говорит то что у него много уроков постоянно съемки это только если следующим летом то есть через год чего написал и типа ой много так съемок делал давали следующий следующий очень странный я даже не поняла сначала что это жестко потом говорю маме за что вот что-то не получилось значит ночевки смысле следующим летом следующим летом потом на съемках либо лп такое было чуть-чуть напряжение в плане я такая ой милана что там у тебя в школе давай поговорим на татата на мне сказал то что она не любит разговаривать я не люблю разговаривать и так далее бой после съемок клипа лп я очень устала и плюс вот эта фраза не очень обидела я сажусь машине просто начинаю плакать типа меня успокаивает то что все хорошо может так надо там не знаю потому что ну вот очень было обидно то что так человек начал отдаляться от меня резко и без объяснений причины типа нам сказали в лицо все хорошо нифига не хорошо я начала очень сильно переживать очень сильно плакать поэтому мы взяли психолога чтобы со мной это все проработать нормально сейчас уже легче гораздо все переварила но тогда осенью прям было очень сложно это все принять на то что мне не объяснили причина я не просто так и начала волноваться потому что еще были всякие сбросы потом пошли в соцсетях какая я плохая то что ничего и никогда со мной не будет то что никогда фитов со мной не будет и вообще ничего еще вот самое смешное это даже не обидно это реально смешно и угорала спрашивают вопрос у нее кого ты выберешь милану старым или настю она отвечает конечно же и отмечает аккаунт насти насти в свое время репостит себе такое сердечко это моя лпшка как я тебя люблю прикол то что это насти мы вдвоем очень сильно засирали очень сильно и тогда мне типа все стало ну как бы понятно чуть-чуть потому что вот у нас не знаю это с ней не общаюсь она лпшка оказывается и это был какой-то детский сад мне кажется да это смешно это просто смешно а вот она моя лпшка конечно же она и это было все ну то есть вы отписались и вот пошел она сначала она сначала потом я в ответ и вот дальше уже после отписки пошли вот эти вот сбросы поселения также в тусовке лайкеров там какие-то про меня от нее вот в эту компанию были какие-то моменты то что выпендрежница какая-то такая же все общаетесь да у нас это все просто кто-то про кого-то сказал это сразу все переплелось и тебе говорили что милан что-то про тебя говорит ну это было пару раз такое но это как бы несложно догадаться то что такое вполне могло быть я в эту тусовку лайкеров типа ничего не говорила такого по нее я в соцсетях ничего не афишировала и сейчас вот говорю наконец зараживает информацию потому что очень много хейта после этого всего полилось очень много всяких вопросов потому что никто не знает что действительно произошло и как бы одна сторона все думают то что я украла деньги с песни лп и поехала на эти деньги в дубай с миланой некрас и такие всякие слухи вот вообще не понимаю откуда они взялись и мне все пишут вот и кидалова применяла деньги на лучшую подругу а я типа я реально искренне дружила я очень дорожила этой дружбы очень дорожила самой милана и наше общение и я вот сейчас уже у меня какие-то флешбеки появляются тех моментов всех ночевок то что ночевку мы могли пойти только если снимем пять-десять роликов это было со стороны мамы миланы и тогда пойдем на ночевку и вот мы вместе снимали сейчас я понимаю то что мы снимали только потом дружили потому что использовали получается себя брали я надеюсь что ты мне так сейчас описываешь как будто бы действительно милана давит им со мной с ними ролики а потом мы с тобой пойдем в кино это даже больше со стороны мамы я надеюсь то что милана реально со мной искренне дружила очень не хочу думать другом я я тоже снимала но это было не так то что иначе мы не останемся вместе иначе мы там не будем жить в одном номере такого с моей стороны и с мамой с вами не было только вот слушай ну я нашел вот у меня есть материалы видео где милана хаметова она исполняет ваш совместный тракт в эфире и поет под твой голос вот ты видела его как ты к этому вообще относишься и какое время прошло вот с момента вот этих stories до каких-то странных и потом уже почти сразу с почти сразу же часто пела я пою но поет она открывает рот она я не знаю меня это очень обидело потому что задал уже она не открывает рот можно не за или переписать эту часть и просто наложить свой голос либо просто убрать микрофон но зачем давать мой голос за свой но это все равно понятно то что голос меняется там чуть-чуть это заметно я не знаю я не пою под милану я как бы в живую поет и получается вот песня выстреливает и сразу я понимаю вот есть такой холодок да ты между вами это даже вот прям до клипа то есть да мы песню выпустили и сразу все холод потом мы сняли клипы вообще ноль общения я прям заметила после вот этой вот наши поездки когда мы были в турции тогда выпустили трек я даже просто могу открыть переписку после этого сразу это мне что-то я присылаю я знаю окей классно круто я занята ну прям долине очень начали короче очень сильно отдаляться и меня вот обижает то что я не знаю причины когда я спрашивал в лесу мне сказали что все хорошо и мне очень не обижает и расстраивает то что реально нельзя поговорить с моей стороны и с маминой мы проявили на ци инициативу просто не обсудили эту тему и поэтому сейчас в таком конфликте можно сказать ну смотри это получается у тебя первый такой вообще опыт ну такого прям какого-то непонятного конфликта да то есть ты же еще ребенок и у тебя первый раз такое происходит во всех ой во всех конфликтах там с моими подружками которые там не медийные допустим мы просто садимся в кафе и все обговариваем такие случались случаи все хорошо happy end тут то что мы не можем сесть поговорить это для меня очень странно потому что меня мама всегда учила разговаривать надо разговаривать вот у нас есть язык мы можем говорить не да это первый раз когда мы реально не можем обсудить это все это грустно еще что грустно в плане работы меня начали сливать она начала исполнять песню lp 1 соль на допустим приглашали нас двоих они там менеджеры пиарщики отвечают за меня то что я не хочу петь эту песню не хочу нигде выступать и не хочу петь вместе с хаметовой это конечно то есть за тебя как бы говорят за меня даже не ставят вообще я вообще не в курсе то что меня там куда-то зовут сразу организаторы напрямую говорят милан старни будет выступать и меня так сливают часто хотя там поговоренности мы должны вместе исполнять эту песню или чтобы две стороны были в курсе об этом мы еще уточним по договоренности я помню то что когда на всех площадок площадках на всех соцсетях выпустили выложили этот трек там вот на обложке мы вместе милана и милана как исполнители милана хаметова без милана стар и так я провисела чуть меньше месяца ну когда вот начало трек только начинает вируситься все под него снимают и автор только один не даже вот некоторые друзья говорили то что почему тебя там нет нам сказали то что это сбой какой-то мы такие окей окей но вот спустя время мы понимаем то что скорее всего это не сбой потому что были еще моменты по типу менеджер миланы или сама милана делали там пост рилс то что вот вышла песня спасибо всем спасибо операторам спасибо никоглами спасибо милохи нам спасибо вообще всем 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 просто спасибо борис те который делал мне кофе и милану старый что-то забыли поблагодарить так даже чуть-чуть по детски обидно вот просто забыли сказать спасибо и потом начали мы замечать после выхода песни допустим милан репостила себя в stories принципиально где нет отметки моей где типа то что поет только милана хаметова там и реально было очень много таких моментов я сейчас уже все не вспомнил маленькие неприятности мне вот про лайкеров я вас спросил ну что у вас тусовка и все такое вот вы снимаете в лайки ты милана да 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 и какая там аудитория вообще что там пишут такая у них реакция достаточно токсичная аудитория вообще в лайки там дети и они все всему верят и очень иногда бывают токсичными но у меня вот нормальная аудитория там мои фаны они всегда добрые но это вообще не про это мы очень часто собираемся с друзьями лайкерами погулять там где-то встретиться вместе поколлаборироваться поснимать там вот так в жизни просто общаемся и мы недавно собрались погулять встретиться я не знала там кто будет узнала своих ребят с которыми вообще идеально отпечаюсь там еще одна девочка просто приезжает и она живет не в москве мы там очень много ребят очень много лайкер у меня был шок я думал так чуть-чуть компанияшкой маленькой погуляем там прямо было очень много и там была милана и она не знала то что я буду я не знала что она будет было очень напряжено мы сидели прям так за мне здоровались ничего ну это прямо ощущали мне кажется все вот это вот напряжение потом паблики расфорсили по типу вот милана царь и милана хометова оказывается дружат они пересеклись на тусовки лайкеров блогеров и этот ролик отрывок с паблика заверсился в лайки вот кто-то перезалил и милана оставила комментарий свой по типу мы не помирились если бы я знала что она там будет я бы не пришла такая значит бич немножко вайп такой что типа да и какой-нибудь эмодзик нет не было такого не такого не было не было ну и что и ты никак не и не комментировал ее комментария я бы тоже не пришла и просто просто увидела его я бы вообще вот эту всю тему не обсуждала если в них ведь на меня и не вот эти вот сбросы и получается тоже она такими комментариями подогревает хейт к тебе до после этого начали писать вот милана стар забрала деньги милана стар удалила песню милана стар это это и вообще милана стар кинула милан ханяту смотри я когда готовился к интервью проверял вообще о тебе всю информацию читал статьи и вижу что клип лп был удален с ютуба как думаешь почему и вообще как ты с этим связан я думаю то что это уже больше такие взрослые дела работы и так далее больше такое все юридическое серьезное может быть со мной пришел юрист алексей может быть он согласится прокомментировать это более грамотно все скажет потому что я особо не вникаю и не донесу все нормально слушай давай действительно попросим алексея тогда освобождай диван разыгрываем деньги 5 миллионов денежных призов от альфа банка участвуют все следуйте за красным котиком на альфа банк точка ру альфа банк лучший мобильный банк алексей но все-таки что случилось с клипом потому что вот милана сказала что визитные удалили но она не знает причин может вы нам расскажите да конечно я поделюсь с вами история такая что изначально стороны договаривались о том что будут вместе сотрудничать к милане star будучи уже известны приходит команда миланы хаметовой с предложением выпустить фид естественно договариваться о том что все денежные средства которые будут с этого заработаны они будут пропорционально распределены то есть все вместе с этого зарабатывать ну это логично да то есть приходит поет то есть никто здесь не шла речь о благотворительности это первый момент второй момент это же совместное творчество это фид поэтому когда в дальнейшем на мероприятиях на концертных площадках планировалось исполнять эту песню естественно вдвоем либо обговаривалось заранее что если кто-то не может ну мало ли да как не совпадает по времени еще что-то какие-то там жизненные обстоятельства не складываются то по согласованию с другой стороной имеет право исполнять хорошо договорились выпустили опять же по поводу когда выпускали изначально планировалось выпустить на дистрибуцию одной компании но совершенно случайно мы уже после узнаем что выпустил была выпущена песня совсем на другой компании на возможно связи с этим и связан вот так называемый сбой когда милан сказал что указали почему только милану хаметову как исполнитель этой песни но мы с вами понимаем что технический сбой возможно устранить там буквально за день-два максимум но не почти месяц когда самом начале ротации песня пошла вирусом все ее смотрели все говорили об этом пошел хайп и там почему-то указан только милана хаметова нам уже тогда показалось странным но мы не стали обращать слишком серьезного внимания этому дунуван техническая ошибка но понятное дело сейчас уже ретроспективно понимаем что это было не ошибка то есть все было скорее всего заранее продуманы ими почему мы так думаем потому что в дальнейшем вот недавно были мероприятия крупные москве который милана старт должна была также выступать к тому моменту девочки уже не очень хорошо общались но петь эту песню могла как милана star так и милана хаметова по отдельности по согласованию друг с другом когда организаторы сообщили милане star стали спрашивать почему ты не хочешь выступать с этой песни с этим хитом л.п. которого местным вместе записали с хаметовой было очень много у нас удивление как же так то есть за нашей спину за спиной милан и star интриги и отсутствует возможность даже исполнить эту песню то есть понимаете вот уровень несправедливости в ней пришли когда она была супер популярна на и сейчас очень популярна даже более популярна но предложили выступить вместе записать трек вместе снять клип она с этого не заработала она сейчас фактически в результате этих интриг лишена возможности выступать на крупных мероприятиях идет игнорирование со стороны команды миланы хаметовой но тут уже в данном случае необходимо было включать юридические рычаги и мы включили то есть мы направили юридически обоснованную претензию с требованием представить отчеты по дистрибуции то есть показать нам цифры доходов договориться о том чтобы исполнять эту песню либо совместно либо по согласованию и соответственно в результате этого наши требования были частично удовлетворены была приостановлена дистрибуция песен и ротации клипа поэтому мы конечно готовы на сотрудничество но как говорится в рамках правового поля уже поэтому интересы миланы стар будут в полном объеме соблюдены мы никому не позволим творить беспредел и обижать поэтому ну что я предлагаю команда миланы хаметовой внимательно прислушаться к моим словам и действительно делать все по справедливости и в рамках закона шамилан действительно юрист мне все объяснил но хотел бы у тебя попросить все-таки немножко о бумажках о денежках поговорить представляешь ли ты сколько ты зарабатываешь своего блога с музыки ну примерно до до 1 зарабатываю примерно понимаю сколько я зарабатываю непривычно общаться обычно говорю все вопросы по именно действительно вот ты что-то себе хочешь и ты говоришь мам я хочу это и все сразу покупаю есть у меня есть свои карманные деньги мама мне там может дать в любой момент или за выступление так далее вот сейчас я особо ну ладно прошу хотел собрать то что сейчас особо и не трачу я и шапоголик еще какой поэтому мне деньги нужны очень и у меня есть там своя детская карточка вот я могу купить какую-то там одежду себе что-то что-то недавно купила себе часы-часы-то очень я купила себе оранжевую сумку так я сегодня даже с черной пришла вот постоянно себе одежду пока покупаю там занят магазинов всяких и на еду на какие-то вкусняшки трачу деньги ну ты понимаешь что ты зарабатываешь на 10 хорошие деньги особенно для тебя 13-летней девочки я знаю то что обычно мамы так много денег не дают детям когда они зарабатывают поэтому меня мама еще баллась очень так и на что ты думаешь все-таки ну вот ты думаешь о том что ты хочешь закопить ну вот я обычно откладываю сюда и деньги на праздники допустим вот маме день рождения я маме столько подарков подарила я вам подарила очки филипп лайн которая она очень хотела найти намекнула как-то или другие но я нашла еще лучше вот а также всякие уходовые средства вот это все но это понятно мама любит там масочки не масочки тело также еще что маме подарила билеты на концерт сереже лазарева вот мне кажется ты могла подарить и вообще сереже лазарева чтобы он приехал и для вас исполнил только у меня нет кармана так не дают только не дают мне денег на сереже лазарева шарики что еще уметь я дарила в спа абонемент который ты еще не использовала а где он вообще он не просрочился ладно хорошо это вы потом разберетесь просрочился не просрочился вместе сходите вот но я понял то есть ты маму любишь побаловать маму бабушку дедушку вот на новый год бабушки подарили с мамой вместе дайсон дедушки там все наборы для рыбалки там вот много всего мы прям ну короче я люблю побаловать и маму бабушку дедушку и друзей иногда у том что могу подарить там собрать бокс какой-нибудь коробочку вот так билеты на свой концерт даришь приглашаешь он приглашаю с билетами приглашаю круто слушать тебя полезно иметь друзьях да и на концерты и в дубай отвезу это вообще тема вообще это обратно вкладываем тему творчество типа получили с песни пишем новую песню дали концерт делаем новую шоу программу могу даже рассказать наверное ситуацию насчет концертов вот первый концерт это шоу прям стоило очень много я это недавно осознала не знала прям вот эту историю у нас прям не было такого бюджета чтобы сделать реально классный концерт потому что не хотелось девочка с экранчиком пришла попела ушла мама продала квартиру она пришла бабушки бабушки дедушки не то что вопросом надо делать шоу можем ли мы продать квартиру в череповце и они согласились прям такие да потому что они очень верят нас и получилось на эти деньги сделать концерт и вот мы получается вложились заработали обратно вкладываемся и вот это вот круговорот природа сушен для артиста это очень важно чтобы вкладывались творчество вот сейчас слава богу квартир не надо продавать все получается хорошо у тебя очень плотный график вот мы с тобой уже говорили про это и все равно знаешь вот есть люди которые ну как бы пишут в комментариях мол блин у тебя забирают детство что тебя не знаю эксплуатируют что ты вот знаешь такая машина по зарабатыванию денег что ты только этим и занимаешься как ты сама считаешь смешно они же не знают как я живу у меня график типа насыщенный но достаточно свободный и мне в кайф если что говорю маме я устала я сплю сегодня целый день я не хожу не учусь все я дома такое тоже бывает у меня много свободных дней у меня нет такого то что я капец как устаю даже если я устаю то я сплю вот у меня до насыщенный график но не могу сказать что мне детства нету у меня много друзей я с ними провожу часто время я хожу на всякие там танцы не танцы где тоже вот с друзьями общаюсь я в школу на домашнем обучении поэтому я все детства мечты ребят путешествую часто мне это много игрушек было мне все хорошо почему вот люди придумали то что я вообще бедная тут сижу каждый день работаю я нормальная у меня все в кайф я знаю что у тебя все сейчас связано с музыкой но раньше ты занималась еще гимнастикой да я получается меня мама отдала на год в школу олимпийского резерва я никогда не хотела быть гимнасткой ну или может быть хотел я хотела вообще быть официанткой детстве ну ладно у меня мама отдала туда это такой ад пять дней в неделю несколько часовые тренировки я голодная я грустно мне вообще не в кайф я хочу полежать я не хочу ничего делать поэтому люди спортсмены которые реально выбрали себе такую тяжелую тяжелую работу дети спортсмены блин которые столько занимаются они вообще я я в шоке вот у них реально плотный график они прям очень-очень стараются и это прям реально очень сложно было я прям вспомню сразу год прошел я убежала оттуда потому что постоянно была голодная постоянно вот эти вот тренировки мне были не в кайф не понимаю что у тебя сейчас очень плотный график и вообще туда ничего нельзя впихнуть но вот давай загадаемся подумаем с тобой о том что еще можно чем еще ты хочешь заниматься может быть ты хочешь не знаю в кино сыграть хочу хочешь хочу хочу я попробовать как актриса мне кажется ничего не получится но хочется попробует почему мне кажется у тебя есть все для этого данные я мне кажется смогу истерить на камеру empty смогу отыграть так вот не знаю быть нормальным человеком на камеру никуда мне кажется так сложно типа сидетьеть и типа пытаться себя из вместе естественно но все равно не хочется попробовать себя в фильмах или в сериалах это это очень интересный опыт у меня есть опыт в рекламных съемках но вот фильмы сериал это уже другой это прям целый мир и у тебя еще есть большой youtube-канал на который ты снимала разные шоу вот сейчас ты видел снимал совместку с насти бед барби да еще снимали когда она она мне написала в директ давай коллаборации го я такая офигеть да давай насти прям мы короче снимали скетчем она написала много-много идей и какая-то часть скетч пойдет книга какая-то ко мне скетч заключается в том то что мы сестры она старшая я вложить по я там у нее все ворую какую-нибудь косметику вот это вот все колечки там или просто какие-то бытовые ну всякие вещи там есть такой скетч то что я перенимаю фразу насти и одна из этих фраза жизнь такая штука держи за ухо вот так угорали и я все время вставляла эту фразу куда-то потом потом ее команда и ребята пошутили по типу вот представьте где-то на пушке скажешь эту фразу и такая насти привет я сдержалась чтобы не проболтаться что типа через неделю там даже меньше иду на пушку все получилось классно да все отсняли очень классно еще классно слушай настя бит барби такая яркая но разные образы у нее очень стильная да и у тебя тоже я заметил такой образ яркие довольно таки ногти покажись покажи зрителям ногти смотрите хейперы мои ногти завидуйте так и что ты будешь с ними делать больше как-то еще что какие у тебя план может быть стразиками я ходила сначала меня всегда была миндаль они почему-то резко выросли мне кстати почти все мои но они такие жизнепоко цены потом я сделал квадрат в декабре чтобы сократить длину потому что были длинные они в итоге выросли у меня такой вот был квадрат и сейчас я сделал миндаль чтобы они были поменьше тебе удобно с ними да они вещи потрясающие мне даже жизнь и жить наверное стало легче не представляет их без них ну вот привет моим любимым хейтером их привет моему папе который ходит меня за ногти бежит моему моей маме как так можно было сделать ребенку когти не суть меня очень много хотят за то что я крашусь блин вот представляете вот у меня через день или каждый день но все время что-то происходит съемки там или ко мне кто-то подойдет с фоткается я типа смешная без макияжа или там я видел какое-то буду снимать в лайк без макияжа это тоже странно и я все время крашусь да и что там что-то случилось меня вот это вообще не ваше дело то что меня ногти у меня макияж вам должно быть пофиг смотри на получается у тебя такая знаешь защита ну прям бронь от хейтеров и защищаешься на не да потому что меня очень часто все равно задевают какие-то комментарии большинство случаев но когда это ногти или мой внешний вид это такая тупость это реально смешно типа что вам сделали ребят мои ногти больше не знаю они же ухоженные красивые обычно у людей ну это блин не делает меня плохой какой-то то что у меня ногти вот у моих прошлых одноклассников допустим нет ногтей они там курят за школкой вот-вот свои-то 10 лет как не стыдно ну мне кажется курить хуже чем больше чем ногти ребят смотрите я не курю на у меня есть ногти примите меня такой у тебя большой концерт потому что ты сама сказала что у тебя скоро 10 лет на сцене как ты к нему готовишься может и выше образ свой менять ну вот я уже пути постепенно меняю свой образ раньше у меня были такие пути-ни-путюха и маляка сейчас уже я перехожу в рок-поп вот у меня три песни 23 таком стиле типа маленькие девочки уже постарше барби тащи рок и сегодня кстати вышла песня мы переделали мою старую песню я милана в более крутую аранжировку да прям такую рок-поп и она мне гораздо больше нравится чем оригинал и что хотел сказать вот мы потихонечку меняем стиль меняем образ готовимся так концерту вот я думаю уже след и пойдет прямо такая жесткая подготовка будем делать шоу программу так далее может даже в конце весны начнем не знаю точно правильно ты же растешь и соответственно твоя аудитория растет вместе с тобой да поэтому за этого не может сказать и меняю образ чтобы ребята не убегали от меня оставались со мной это же со мной растили вместе я вот посмотрела на концертах у меня все время фан-встречи после мероприятия очень много людей прям постарше раньше вот были прям малявочки малявочки сейчас мои ровесники есть даже старшие ребята я прям такой шок офигеть я вырастила поколение когда у тебя было вот самое такое знаешь яркие эмоции году делал про очень много людей и лен все это все на меня пришло когда это было скорее самый первый концерт самый первый концерт самые яркие эмоции да я думала то что вообще никто не придет я надеялась хотя бы чтоб человек 20 пришло сейчас я делаю на шесть тысяч концерт вы представляете вообще никто не придет на 6 тысяч начать туда в крокусе там лазарев давал концерт я буду как мне кажется твоя мечта переплюнуть мне кажется серёжа сможешь ближайшем будущем возможно даже просто главное достижение будет но это будет . переплюнула смотри хоть ты и маленькая девочка все равно но у тебя есть мечты и цели твои поговорим о них цели у меня в основном в плане карьера тому цель сейчас сделать концерт крутой еще круче вот пару месяцев назад была цель сделать классный концерт в честь моего дня рождения сейчас который будет на 6 тысяч еще чтобы круче был концерт вот так же из таких мини цели допустим добить столько-то подписчиков такой-то соседи давай поговорим конкретнее сколько подписчиков хочешь где хочу в япе миллион в япе миллиона сейчас у меня там полмиллиона и остался только один аккаунт который мне надо выгнать так кто это егор шкред егор шкред я хочу коллапс я хочу коллапсе гором шкредом можно пожалуйста я я смогли у самого начала самого начала самого начала я подписан на канал и смотрю все видео как только канал и вот вообще я фанатка пожалуйста это было бы круто он сделан иногда санна коллаба в япе делаю да там вот такая функция типа чтобы подключать продолжать видео иногда мои продолжает так хорошо я пи миллион лайки сколько у тебя лайк у меня 39 миллионов я хочу добить 44 так это вообще завтра у тебя будет я надеюсь 39 и 4 нажать в япе в япе вынести хочу миллион вместе миллион звездочки или что-то звездочки звездочки отдельную для тебя знаешь не галочку а звездочку такую не это что сту нельзя звезда звездочка звездочка а так какие еще соцсети youtube я не помню сколько мне мне три с чем-то миллиона да нету трех миллионов у меня на youtube я хочу три миллиона на youtube и тогда просто туда почти ничего не снимаю сейчас же будешь снимать хочу три миллиона просто просто ну слушай надо работать надо все работа на влоге выпускаю влоге выпускает и чтобы они залетали у тебя да хорошо слушать опять в дубай что наши пара миллиона добить сушь ну может быть придется ну для тебя же это все равно в радость слетаешь видосик снимешь на youtube зальешь и 3 миллиона и 3 миллиона доберешь так хорошо с целями по не поняли по соцсетям все поняли это из таких типа мини цели так это все минуты миллионами в плане то что такие цели как галочки так по ступенечкам мечты у меня вот было раньше мечта побывать в диснейленде так раз вот галочка есть да галочка есть и прям очень хотела на каждый день рождения такой типа за 2 свечки вот смешно получилось мне изобразить свечки в америку я хочу очень хочу вообще больше путешествовать не только в америку вообще по всему миру потому что хочу потому что мы чаще всего летаем в одни и те же места сейчас вообще в америку не была виза она закончилась недавно ну все-все-все не расстраивайся сделают тебе еще смотри ну может быть ты вообще будешь world white singer world white на все на весь мир будешь хочешь китая тогда а тебе мне кажется тебе тебя мне кажется там очень полюбит милан давай тогда договоримся с тобой что ты участки так как расстрелся как-нибудь выберешь недельку там может 2 до покоришь там всех у меня подруга едет в китайскую школу на стажировку почти не знаю вот такая она там все выгода летим в китай ну летим ну все и надо в китай с концертом с туром по всем городам может даже выпустить песню на китайском может малявка хотели перепеть малявку что ли на английский там хэй кикидо хэй кикидо я не помню что там было это очень смешно не хочу перепевать не хочешь хочешь русский учат да ну все так забились с тобой пускай китайцы учат русские и слушать тебя милан спасибо тебе большое что пришла правда было очень приятно с тобой говорить потому что ну блин ты реально мне кажется ментально уже не 13-летний ребенок а прям взрослый осознанный не старушка а просто взрослый осознанный артист вот правда было приятно с тобой болтать читала тут побывать несколько лет года два точно хотела дать интервью на пушке я вспомнила как я представляла себя перед сном типа я сижу на пушке рассказываю о своей жизни мысли реализуются так что мы рады что исполнили твою мечту вот ребят а мы надеемся мы исполнили с миланой вашу мечту вы посмотрели большое интервью миланы вот подписывайтесь на нас ставьте лайки пишите комментарии оценивайте и не хотите мне не хотите милану запрещаем вот потому что она классная открытая и честная вот а это была милана старт была пушка всем пока 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 я люблю хинкали